Первый канал продолжает показ детективной мелодрамы «Лапушки». И у нас в гостях талантливая, яркая актриса, сыгравшая в картине одной из ролей Людмила Артемьева. Люда, доброе утро. Доброе утро. Я предлагаю начать наш разговор с фрагмента из этой картины. Неожиданно. Ты-то что про жизнь знаешь, а? Ты её видел? Держи. Я тебя оставляю для того, чтобы ты за моим козлом наблюдал, пока он этих малолетних селёдок будет печатать, которые на него вешаются. А-а-а. Не допусти уж. Я надеюсь. Нет, пусть печатает, конечно, я понимаю, это бизнес. Меня извещай, хорошо? Хорошо, конечно. Конечно, просто очень неожиданно то, что вы просите и... А как ты думаешь, я с ним столько лет прожила, а? Роль небольшая, Людмила, но яркая. Для меня это был маленький эпизод. Маленький эпизод, в котором я купалась, я получила удовольствие от общения с режиссёром Ольгой Музалёвой, от замечательного партнёрства. Поэтому я поздравляю зрителей с, правда, хорошей, доброй картиной, с детективным сюжетом, с погонями, слава тебе, Господи, без перестрелок особых. Вот. Вот всё, вот всё как мы любим. Я даже позвонила режиссёру Ольге Музалёве, спросила, я говорю, Оля, я приду на Первый канал, такая ответственность, люди будут слушать меня, а что же я умного-то ничего и не скажу. И я говорю, я не ошиблась. О любви ли эта картина? О любви, сказала Ольга. Вот о такой любви. Да, что-то там происходит не совсем так, как это принято. Но люди борются за свой, так сказать, за свой мир, за своё радостное такое существование, за любовь, в конце концов. Никто же не знает, что это такое. Поиски. А за что приходится бороться вашей героиней? Честно говоря, её поборола жизнь. Она сдалась. Вот эта женщина не борец. Она уже сложила крылья, у неё уже глаз другой, она в шапице. Мы её так с режиссёром назвали «женщина в шапке». Женщина, которая вот своё раскрытие прикрыла этой шапицей. И в ней, а у меня такое подозрение, что она иногда и засыпает. В прошлый раз, когда вы приезжали к нам в студию, вы мне говорили, что ваша дочь вас воспитывает. Да, до сих пор, конечно. Ну, а вы воспитываете её, наверное, своими ролями? Ни в коем случае, ни в коем случае. Нет, у меня как раз роли очень разноплановые, поэтому тут иногда и думаешь, ой, не дай бог вот что-нибудь перенять. Но, с другой стороны, может быть, она, глядя на моих персонажей, во-первых, а, видит меня чуть дольше, а, б, чему-то учится. Потому что невозможно материнский какой-то свой опыт. Да, это и не нужно им, нашим детям. Но вдруг со стороны, когда это в форме игры, это же всегда легче. Вообще, наш дом – это, естественно, продолжение на самих нашей культуре, наших привычек. Вот есть то место, где вам наиболее комфортно? Вы знаете, я как-то не очень в гороскопы верю, но поскольку по каким-то гороскопам я какой-то воздух, наверное, я такой шарик, и вот у меня как шарик, у меня вот где притулит, что называется, ветерок, вот мне там комфортно. Я стараюсь облагородить как-то своим присутствием, или наоборот, чтобы моё присутствие не очень обезображивало пространство. Я как-то вот адаптируюсь, я стараюсь в этом, и поэтому мне во многих местах хорошо. Ну, естественно, твой дом – это то местечко, где ты можешь быть совсем-совсем откровенным. Ну, прямо вот таким, прямо вот как в детстве, ты можешь и ходить босиком, и как-то есть руками, если это очень вкусно. Вот, конечно, это дом. Говорят, что вы человек праздник, а что для вас праздник сегодня? Сегодня встреча на Первом канале с вами, дорога сюда, всё праздник, всё, что встречается на моём пути. Это моя позиция. Это не просто я что-то вот искусственно натягиваю, а я сейчас весело приеду и весело как-то. А это каждая минута моего бытия, другой минутки не будет. Лёд, спасибо вам за эту встречу. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok